Здравствуйте! Второй краевой фестиваль самостоятельных работ артистов профессиональных театров «Рождение замысла» прошел в Барнауле. Это проект Алтайского отделения Союза театральных деятелей России. В нем принимает участие Александра Карпова. Это артистка Алтайского государственного театра музыкальной комедии. Об этих и других работах Александра расскажет сегодня у нас в студии. Александра, здравствуйте! Здравствуйте! Я уже знаю, что это второй фестиваль самостоятельных работ. Вы там выступали, принимали участие. Что делали? Расскажите. К сожалению, в первом проекте мы не участвовали, в первом фестивале. А в этом фестивале мы участвовали театром «Лукоморье». Это театр, тоже там работают артисты театра музыкальной комедии. И мы представляем спектакли для самых маленьких зрителей, для детских садов, для учеников школ начальных классов. Расскажите, а сложно на эту публику работать? Как ваши коллеги? Насколько вы охотно откликнулись на участие в этом фестивале? Как решились? Ну, мы с удовольствием откликнулись, потому что Ольга Андреевна Казаковцева у нас подошла к нам с просьбой. И мы с удовольствием откликнулись, потому что интересно, хочется услышать и профессиональное мнение о нашей деятельности. А вот эта публика, которая вы сейчас сказали, что для самых маленьких, как она вас принимала? Что она говорила? Ребятишки всегда с удовольствием смотрят наши спектакли, потому что помимо каких-то познавательных вещей, то есть спектакли или направлены по темам, какое-то правило дорожного движения или окружающий мир, кроме того, мы обязательно стараемся насыщать эту программу какими-то песенками информативными и также юмором, какими-то шутками, которые интересны именно маленьким зрителям. Подход найдете к любому зрителю. Знаем, понятно, что вас можно встретить в Театре музыкальной комедии. Да. Где еще можно услышать вас, встретиться, познакомиться, поаплодировать? Помимо Театра музыкальной комедии и Театра Лукоморья я веду сольную карьеру. Ну, так сказать, не совсем сольную, сейчас в данный момент мы с мужем этот проект разрабатываем, делаем с ним, создаем концертные программы. И вот ближайшая состоится 11 декабря, и эта программа будет «Романтика романса», где прозвучат городские романсы, романсы конца 19 века и 20 века. Ну, а расскажите о репертуар, как вы выбираете? Вот сейчас романс, он популярен или это вот что-то для такой вот публики, которая взрослее, которая, да, то есть, ну, я понимаю, что ваша задача — дать всем то, что они хотят. Ну, так вот, для кого романс сейчас? Мы стараемся. Если говорить конкретно о романцевой программе, конечно, эта программа по большей части кому за, так скажем, за 40 лет. Хотя есть люди, молодые люди, которые приходят и тоже с удовольствием смотрят. То есть это на любителя, так скажем. Но так, скажем, у нас политика с мужем, что мы делаем программы на разного зрителя. То есть предыдущая у нас была по оперетам программа, ещё предыдущая программа у нас была по песням из кинофильмов. То есть стараемся тоже привлечь разного плана аудиторию, воспитываем, так сказать, поколение. Угу. Сольное выступление накладывает же дополнительную ответственность. Понимаю, что работа в команде, да, когда вы делаете какой-то спектакль, командная работа, да, там, я не знаю, чувство, наоборот, поддержки со стороны, там, партнёров, да, или, может быть, наоборот, такое чувство конкуренции, но тем не менее. А вот сольное, то есть вы один на один со зрителем. Есть какие-то вот… Нюансы? Да, есть какие-то нюансы, которые вы уже знаете, которые вы… Обязательно, обязательно есть какие-то подводные камни. Во-первых, ты ответственен за всё. Получается, что мы сами, так сказать, работаем от начала, от процесса создания, создания афиши и создания всей программы. То есть будет ли она насыщенная, будет ли интересно зрителю, тем более романсы — это специфичный такой жанр. И плюс, да, ты выходишь, тем более мы выходим под живую музыку с гитаристами, мы этот раз программу опять будем работать, и донести смысл хочется, чтобы публика тебя поняла, восприняла, пережила вместе с тобой это. А вот право на ошибку в сольном выступлении есть? Есть. Есть? Да. Вы как-то обыгрываете такие? Ну, я поняла, что все мы люди, да? Да. Вы как-то обыгрываете такие вот, если что-то происходит? Если что-то происходит. Если отключили электричество или ещё что-то произошло, да? Конечно, обыгрываем, приходится, а куда деваться, на том мои артисты. Как бы бывают варианты, что забываешь текст, что чаще всего бывает, потому что сольная программа влечёт за собой огромное количество текстов. И тут мы все не без греха, так сказать, у каждого на памяти есть случаи, когда мы вставляли и второй куплет, и пели там номер подъезда, и просто на-ля-ля-ля. Зритель понимает, когда это искренне, да? Поддерживают. Бывали случаи, когда подсказывали даже слова из зала. Ну, вот это вот настоящее единение, да? С залом, когда тебе подпевают, поддерживают, подсказывают слова. Вот насчёт единения. Вы сказали, что программу делаете вместе с мужем. А вот тут вот есть какие-то, ну, я не говорю, что это вот как продюсер, да, исполнитель, но есть вот какие-то пункты, по которым, может быть, нет согласия, или наоборот, может быть, вы там вот вместе, единая задача, единая цель. Нет, конечно. Как работаете с мужем в создании концертной программы? Со своими препятствиями, со своими сложностями. В общем, конечно, очень хорошо, когда муж и жена, так сказать, из одной творческой сферы. Потому что я не представляю, как человек со стороны бы меня понял такую сумасшедшую. Один театр, второй театр, ещё какая-то. А сейчас я пою, да? А сейчас у меня сольная программа, да-да-да. И когда мы ночью сидим, там, эти романсы перебираем или какие-то произведения, а может быть, лучше этот текст. Конечно, бывают какие-то несостыковки, какие-то проблемы. Может быть, это, может быть, не это. Когда, допустим, бардовскую программу мы готовили, мы написали список 50 песен, и потом с ним очень дружно и долго выбирали те нужные 15. Нет, всё-таки я возьму это. Да нет же, это тебе не подходит, давай лучше эту. Но всё равно в итоге приходим к консенсусу, потому что люди очень творческие, эмоциональные, и находим нужное русло, нужный материал. Вопрос, может быть, от моих коллег, может быть, от зрителей, потому что для человека, который... Для вас голос – это ваше орудие труда. То есть вы поёте. Вы поёте на сцене, вы поёте, дома поёте вы или нет. Но, по крайней мере, нужно беречь. Тем более, если вопрос от журналистов, то для журналиста тоже. Анемев, потеряв голос, тем более сезон простуд, журналист практически профнепригоден. Как сберечь, как сохранить голос, что вы делаете? Вы знаете, почему-то кадры из фильма вспоминаются, когда там нужно яйца пить, например. Нет, ну, конечно, яйца я не пью, но элементарные какие-то правила гигиены. Конечно, после спектакля я не бегу там с открытым ртом, конечно. Да, да. Немножко помолчать, отдохнуть, стараешься дома улучшить какую-то минутку. Стараемся как-то потише дома общаться, избегать каких-то криков. Что меня касается, у меня такое любимое заболевание моё – это ангина. Я как только чувствую какие-то предвестники. У меня вот молоко личное. Я всегда молоко, мёд добавляю туда, может быть, яйцо добавляю, тёплое обязательно, не горячее. Я таким образом стараюсь беречь и, ну, тоже избегать перенапряжений каких-то. А вы когда петь начали? Петь я начала, ну, где-то так примерно лет в 10 я начала петь. Придя в музыкальную школу, начинала я как пианистка, но потом как-то у нас не заладилось, не пошло. И вот к моему, так сказать, какому-то, может быть, судьба так, фортуном мне улыбнулась. То есть открывалось вокальное отделение, и у меня проявились данные, и всё срослось как-то, и началась моя певческая карьера. Ну, если ребёнок пробует петь, в каком возрасте? Надо понять, что это серьёзно. Серьёзно? Ну, в зависимости, как сказать, если он талантлив, если ребёнок талантлив, и у него начали проявляться с детства, можно вникнуть в это и вести как можно дальше, как хобби. То есть заниматься не во вред себе, а если уже где-то лет в 15-16 вы серьёзно об этом задумались, то тогда стоит дальше уже активно заниматься. Александра, ну время беседы ограничено, вот сейчас здесь у нас. Давайте напомним телезрителям, когда с вами можно встретиться, пообщаться дольше, может быть, узнать от вас что-то новое, полезное, интересное. Напоминаете, когда концерт? Со мной можно встретиться 11 декабря, это у нас будет, ну, не сольный концерт, а с мужем, так сказать, концерт, дуэтом 11 декабря в 7 часов вечера в концертном зале на проспекте Ленина, 66. Александра, спасибо большое за интервью, до встречи, увидимся обязательно. Всего хорошего. Я напомню нашим телезрителям, у нас в гостях была Александра Капова, артистка Алтайского государственного театра музыкальной комедии. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok